Вкусный мячик. Был. Вон какое у тебя пузико-то порезанное. Бубоко. А все, а все не получится до папы. Мама, ты что, так нечестно? Все получилось. Иногда бывает, что мы пожизненно продолжаем лечение. В зависимости от того... А то есть гепатик у нее пожизненно теперь. Смотрите, кто идет. Боже ты мой, господи, ты боже ты мой. Привет, на манеже все те же. Это канал Хвостатое счастье. И я его ведущий, Волков Сергей. Друзья, мы выдвигаемся в Екатеринбург. Поехали забирать из клиники Айди. Ее прооперировали. Вроде бы все хорошо у нашей этой шилопопой мелкоты. Но, помимо того, что мы будем забирать Айди, у нас еще есть еще одна миссия. Нам нужно кое-кого отдать. Возможно, сейчас произойдет такое событие. Я думаю, оно никого равнодушным не останется. В любом случае, поехали, покажу. Так торопились, что забыли взять с собой поводок. Хорошо, что есть ремень у сумки. Вот оно, преимущество женской сумки. Хорошо, что я сумку с собой взяла. Вообще. Побежали, побежали. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, неожиданно, буско. Ваш корм? Угу. Вы песной? Читайте. Если вопрос, доктор ответит. Это ваша инородочка. Это ваш диск с КТ. Все? Ну, да. Пока читайте, все хорошо. Ага, спасибо. Здравствуйте. Вкусный мячик. Был. Был. С пупырдышками. Диета длительно. Кладакса 10 дней. Кладакса это что? Таблетки? Антибиотик, да. Антибиотик. Антибиотик? Да, это синолокс. Угу. Амоксициклин. Кепра. Кепра зачем? Капурина. Ты посмотрела в серию? Повязочку с лапки минут через 15-20 снимать. Покажите, доктор скоро подойдет. Хорошо. А был у нас ошейник. Нету? Нет. А нет, есть? Есть, да? Есть. Спрятался? Да, да, да. Все, да? Ага, все, спасибо. Спрятала? Ты зачем ошейник спрятала? Айди. Матрешка, держи ее. Ай, Матрешка. Вон, какое у тебя пузико-то порезатое. Бубока. Бубоковское пузико порезатого. Это вот кто вот съел вот это? Это кто ел вот эту штуку? Не она. Красную. Она не такая. Ай, к папе попой. А все, а все, не получится до папы. Мама, ты что, так не честно? Все получилось. Так не честно ведь, а? Так не честно? Айди, да? Или это честно так? Это так честно? Ой, это честно, говорит. Есть вариант один, вот сюда выйти. Вот так вот. Нет вариантов. А ты моя, ты собаня. Ты моя же, ты собаня. Вот такая вот валятельная жопа. Попа. Попа. Валятельная попа. Ай. Довольная. Такая вот довольная попа. Да, вот так вот. Вот так вот. Собака-бабака. Так красиво. Собака-бабака. Играка. Играка-собака-бабака. Да? Ты собака-играка? Бабачная собака. Такая вот веселая. Счастье есть. Ты попная собака. Твоя попа самая лучшая попа в мире, да? Одна из самых дорогих попы в мире. Из известных мне, по крайней мере. А, ну туда. Я думаю, что здесь гораздо дороже. Ну, я думаю, да. Даже у меня не такая дорогая попа, да? Это, 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 это. Собака-накусака. Ай,накусака. А какая она,накусака. Айди, я так думаю, что ты здесь всем нравишься. Я думаю, она всех достала. Я думаю, ты тут супер-мега-позитив. Наверное, надо попросить у клиники, чтобы клиника нам денег еще заплатила, да? Угу. Если вы хотите, чтобы мы ее забрали, если она вас достала, платите нам. Я держу ее. У вас есть полчаса. Успеете добежать до канадской границы, да? Угу. 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 А ей можно так активно себя вести? Ну, я думаю, да. Здравствуйте. По дороге еще мамину ботинку. Я-то при чем? Все, с мамочкой Галечкой. Тише. Айдюся. Айдюся. Да ладно тебе, мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Прочитали? Да. Да. Есть вопросы. Давайте отвечу. Так. До отмены доктором. Это как? То есть в нашем случае вам необходимо будет где-то через 10-14 дней подойти на повторный прием. Мы должны будем сделать УЗИ, мы должны будем снова перепроверить печеночные показатели, общий анализ крови и белки крови, альбумин, для того, чтобы понимать, как организм себя ощущает. Адаптироваться. И в этом случае бывает, что если у нас прямо все пришло в норму, то в этом случае мы либо снижаем препараты, либо продолжаем принимать. Клинически лучше, анализы в норму пришли, потому что мы с вами, так сказать, убрали эту проблему. В этом случае мы отменяемся и бывает, мы либо остаёмся на корме как гепатик, потому что печень, к сожалению, она изначально идёт, ну, маленькая, недоразвитая, потому что был патологический шунт. Бывает, что иногда нам необходимо всю жизнь питаться только кормом. Иногда бывает, что мы пожизненно продолжаем лечение. В зависимости от того… А то есть гепатик у неё пожизненно теперь? Не факт. Не факт. Ну, не факт. Опять же, и может быть препараты пожизненно, а может быть нет. В зависимости от того, что мы с вами будем уметь клинически и по контрольной диагностике через полтора-два месяца. Поняла. Здрасте, здрасте. Это Айди. Чуть не случилось. У неё операция была и шунт удаляли. Ну, не удаляли. Какой шунт? Печёночный, что ли? Печёночный, но… Чё, пристроить? Ну, мы уже как бы у нас есть. А, уже то есть есть. Да, вариант. Почему на мексиканцев никого не было? Ну, видимо, это уникально. Ну, вообще уникально. Вы тут дойдут? Давайте, давайте. Простите, мой французский. Дали чек. Я говорю, можно я посмотрю? Да, конечно, посмотрите. Смотрю. День операции. 30 шприцов. Ну, ладно, френ с ним. На следующий день. 32 шприца. День операции ещё больше. 32 шприца. Сегодня 21 шприц. Я говорю, что бы ими делали? Дротиками кидали. Что это такое? А мне самое интересное… У вас же, вот посмотрите, каждый препарат, он не по одному разу. Ни один шприц нужен. Я говорю, хорошо. Тогда вопрос. Вот давайте сравним сегодняшний день и вчерашний день. А сколько было препаратов? Препараты одни и те же. Вчера было 18 шприцов, а сегодня 21. Я говорю, как так-то? А знаешь, мне больше всего нравится. Мы забрали собаку, значит, сыпи приступом сюда привезли. Он вообще был никакой, он не ел. Зато мы, когда его забирали с боем, у нас была списана хреновая туча рояловского корма. Я говорю, подождите, ребят, вы сами говорили только что по телефону, он не ест у меня у соседей. Я говорю, а корм-то, как он его? А он его рассыпал. Да, да где, паштеты причем. Намазывал, видимо, куда-то. Я говорю, давайте, я говорю, это уже как-то... А то же он не дешевый так такой. Ну да, веди детей. Ну и что ты сама, Галь? Ну, пересчитала, правильно пересчитала. Понятно. Смотрите, кто идет. Боже, ты мой, господи, ты, Боже, ты мой. И кто из них кто? Это Макс. А Макс вообще... Максик. Боже, ты мой. А ты тоже везешь? Он вообще везешь. Вот, вот, видишь? Любовь, любовь. А этот Рич, как Рич? Рич. Рич, Рич. Тихо, тихо. А этот вот, он такой, в своей волне. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот такие мы хорошие, хорошие парни, да. Подождите, у нас поводок. Зайка. Галь, придержи его. Уши по ветру. Вот, вот, вот. О, мокрое. Примерно, что-то, я не знаю, чуть-чуть. Не, не ничего. А этот такой вот, я говорю, он... Тебя обижают тоже? Нет, его не обижают, он сам кого хорош обидит. Ну, слушай, у него, слушай, у него зубы нормальные. Он помоложе. Мы к стоматологу ходили. Вставляли. Пока у этого... Ладно, дома рассмотрим. У этого с кожей все хорошо. Ну, как молодой. У этого тоже... Тихо, айди. Это он так делает? Это что, это он, типа... Нет, он ничего, он просто поправляет головой. Он не это, не рык? Нет, нет, нет. У них к людям агрессии ноль вообще. Да. Мне кажется, у этого даже кожа хуже, чем у нашего колясика. Ну, будете нормально кормить, все выправиться. Ну, мы сейчас... Не быстро, но выправиться. Ну, ладно, что? Ты такой смешной, у тебя что с волосиками? А у тебя что с волосиками на башке? Кто бы говорил? Девочка такая сладкая. Она уже устала. Она уже на ручки хочет. Сейчас домой поедем. Еще тебе прикол, как по нему. Мексиканский телесериал подходит к концу. В сомбрерах. Это что? Как перейс подушки. Пучочек. Пол вообще малек вот этот вот. Вот именно. Пойдем взвешиваем их. Сколько они весят? Пойдем взвешиваем. Держи, я схожу. Это снимешь, давай. Подожди. Да. Это что, 5800, да? Так, следующий. Грамм 300, наверное, ошейник с кофты. Тот был 6400. Сейчас 6 стал. Схуднул на этом. Наверное, диете чуть-чуть. Подожди. Подожди. Руки-то убери. Ого, это побольше. Так, это значит, 5800, да? 5800, это 6900. Спасибо. Спасибо. Пойдем. Все, вы выбрали себе по ребенку. Да? Ты себе молоденького урвала. Я тогда тоже, мы тогда их забирали. Я тоже его хакалую. Я говорю, все, у меня огромное. У меня такая улыбка вот этого. Прямо он такой несчастный. Он как будто огрызается. Ну, прям снимите, как воссоединение семьи пройдет. Будет интересно посмотреть. Знаю, люди, други. Ты брат, конечно. Смешной. Он вообще, он шикарный. Он шикарный, да. Он шикарен, да. Шикарный мексиканец Дон Педро. Хуан. Ты зайка. Митик, ты тоже шикарный? Да, конечно. Он из всех из них, он самый волосатый мексиканец. Тебя что наговаривают, что у тебя там характер плохой, там еще что-то. Кто наговаривает? Мы сейчас развеем все эти мифы. На настоящие Дон и Педро тебя так не... А чем ты вообще лысых моешь-то? Слушай, я тебе скину шампунь. Для лысых, да? Да, да, да. Я на Азоне заказывала. Мне грумер скинула, я вот прям сразу заказала. Тюк-тюк-тюк-тюк. Тюк-тюк-тюк-тюк. Ну все, поехали, ребят, надо отпускать. У них все, дорога дальняя. Так, наши ардикюль. Мы тут с костюмами. Сердечко-то бьется. Ты хочешь, Господи, ты боже мой? Так, конечно, переживают парни-то. Ну все, давайте. Все, давайте. Спасибо вам. Ну все. Вот такая у нас операция. Она, правда, еще не закончилась, нам надо еще заехать, забрать корм для черкеса и для горца, да, то есть у нас забрать корм для черкеса и для горца, и потом уже отправимся дома, и еще это будет не все, еще у нас будет прямой эфир, когда мы приедем. Ой, просто вот супер насыщенный день получился, но он такой продуктивный, да, смотрите, воссоединилась семья голых мексиканцев, забрали Айди после операции, все у нее хорошо, корм сейчас заберем, ну и еще и встретимся с вами, поотвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Как я уже говорил, проверяйте всегда все, что вам выставляют в клинике. Вот сейчас, Галя, ты что там, на сколько там удалось подвинуть их, и вообще сколько общая сумма получилось? Ну, больше чем на тысячу подвинула я их, значит, общая сумма была оказана 105 с половиной тысяч всего услуг по этой собаке, скидку дали на 8 тысяч, 187 рублей 22 копейки, это скидочная карта у нас есть, 10 процентов, почему так 10 процентов, почему так посчиталось у них, я не знаю, ну вот все, собственно, все это оплачено. Почему ты не настояла, что 8 тысяч это 10 процентов? Из этих 105 тысяч, 10 тысяч это был первый день, то, что было. Вот, и в первый день у них, как бы, возможность есть либо сделать скидку по карте, либо списать бонусы, которые у нас до этого были. У нас там было 1300 бонусов, вот, и мы списали эти бонусы, и ту карточку, как бы, закрыли. Вот, и получается, вот, то есть, 105 минус 10, это 95, ну вот у них с 95 посчиталось 8. Все равно он нас немножко обманул. Вот, ну, как бы, да. Да, ну, бог с ним. Главная собака. Главная собака, главное, все у нее хорошо, все у нее замечательно. Мы ее что, будем стерилизовать или ее? В этот раз мы не будем ее стерилизовать, ее пока это нельзя делать. Ну да, недавно оперировали. Да, недавний наркоз, тяжелая операция, поэтому подождем май, может быть, даже июнь. У нас есть вариант домашней передержки для нее на ближайший вот период. Ее возьмут на домашнюю передержку, и, возможно, это будет, ну, с перспективой ПМЖ дальнейшего. Вот, такие новости по ней. В общем, вот, друзья, надеюсь, у нее дальше все будет в жизни только замечательно, только хорошо. Пишите в комментариях пожелания Айди, пускай у нее все будет отлично. Огромное-огромное спасибо всем, кто помогал, потому что вот эта сумма, это все то, что вы отправляли. Это ваша помощь. Это ваша помощь, да. Низкий-низкий вам поклон. Спасибо огромное. Вот. И спасибо, конечно, за вашу поддержку, за то, что вы нас смотрите, в Телеграме нас смотрите, в Тонексе смотрите, в Нуме смотрите. У нас утро начинается в Тонексе, почти что в Тонусе, то есть я утреннее приветствие записываю. Вечернее у нас заканчивается в Нуме, вот. В промежутках между утром и вечером кружочки в Телеграме. Поэтому, друзья, следите за нами. Да, приходите в Телеграм, хвостатое счастье, приходите. Там все ссылки еще. Там все ссылки, вот. Приходите обязательно на прямой эфир, там более подробности, какие-то вопросы. Галя там в прямом эфире подробно ответит. Вот. Ну все, мы поехали, у нас еще забрать корм и прямой эфир. Все, друзья, давайте. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok